Девушки отдыхают Библиотекари и испытания треугольника Ив? Флинн? Что это? Это наше вмешательство Как это понимать? Мы считаем, что у тебя кризис И что тебе нужна немедленная помощь Во восстановлении биопсихо-социального равновесия Это значит, что ты жалкий трус Да И это у нас уже бесит Вообще-то нет Это значит, что ты нам дорог, и мы беспокоимся Что ж, вам не стоит обо мне беспокоиться Мы беспокоимся за команду, Флинн, за библиотеку А это важнее тебе одного С исчезновением, Шарлинн, ты изменился Ты стал... В конец чокнутым Слегка нелюдимым Я хотела сказать безрассудным Безрассудным Мы не знаем, где ты Заявляешься, раздаёшь приказы, исчезаешь Похоже, ты совсем не спишь Как хранитель, я не могу допустить, чтобы ты вредил команде Интересно, когда это я вредил команде? Хорошо, что спросил Мы составили так называемый список ущерба Кто хотел бы начать? Я Привет Меня зовут Эзекиль Привет, Эзекиль О, боже мой Флинн, о тебе только и слышно Эзекиль, делай так Или Только не делай так Но Я думаю, ты хочешь сказать Эзекиль, делай всё, как я Хотя, как я вижу, с каждым днём ситуация всё хуже Ты к тому, что проблема из-за тебя? Да, я согласен Флинн Молодец, Эзекиль, продолжай Библиотека пригласила Эзекиля Джонса в библиотеку Потому что она нуждалась в Эзекиле Джонсе У меня свой стиль Ты называешь его дилетантским А я оригинальным Ты считаешь мои идеи неполноценными А я говорю, они полностью готовы к осуществлению Ты Я сказал одно Ты другое Какая разница? Хочешь по-своему, ради бога Я не буду мешать Следующий Для начала хочу сказать, что я тебя очень уважаю И все твои достижения, как библиотекаря Спасибо И, по-моему, из-за твоих прошлых побед Ты не замечаешь, что мы тоже молодцы Пожалуй, это так Спасибо Следующий Нет Просто тебе важно быть правым всегда и во всем А так ты лишаешься чуткости Иногда я боюсь предложить свое решение проблемой Из-за твоей пренебрежительности И тогда мы все ждем, пока ты что-нибудь придумаешь И от этого нам неловко Значит, я тиран, который мешает вам работать? Нет, ты одаренный лидер, Флинн Просто не один Ты одарен Мы не противники Мы в одной команде Это все, что я хотела сказать Чувствую себя по-дурацки Хорошо И правильно Знаешь что? Я думал, со мной трудно подружиться Я не пробиваю Всегда на чеку Но ты словно Форт Нокс По сравнению со мной Форт Нокс не такой неприступный Я дважды Да, извини, продолжай Я не знаю, друг ли ты мне В один день мы находим общий язык А на следующее этого как и не бывало Ты мне нравишься, как человек Я думаю, ты прекрасный библиотекарь Но ты мало знаешь о дружбе Куай Фьюис говорил Дружба не является необходимостью Так же как философия Искусство Она не имеет ценности для выживания Однако Это одна из вещей Которые придают ценность Самому выживанию В том, с чем мы имеем дело Дружба — это наш единственный шанс Выжить Я думаю, тяжелее всего знать Каким прекрасным лидером Учителем Партнёром Ты можешь быть И как сильно при этом Ты вредишь самому себе Твои скачки настроения Импульсивность, недоверие И гордыня Возможно, помогали тебе в прошлом Но теперь они ограничивают твой прогресс Как библиотекаря Как партнёра Как друга И личности Ну Это полная чушь Вы все, очевидно, забыли две важные вещи Одна Наручники меня не удержат И вторая Мы не забыли И вторая Нет ничего важнее Борьбы с чистым злом И защиты библиотеки Это важнее семьи Друзей И тем более чувств Народ, идёт война Конец света на горизонте Я надеялся, со временем вы сами это поймёте Но сапопом на свободе То, что должно занимать века, происходит за неделю Зло протекает в этот мир, словно вода через сито А в ходе поиска Шерлин я узнал Об артефакте, который, возможно, всё изменит А пока вы тут все прохлаждались Хлопали друг друга по плечу Выписывали обиды? Я, между прочим, искал его Если бы ты сразу нам сказал, что ты там ищешь Я ищу глаз Ра Глаз Ра? Где его видели? Как он выглядит? Зацепки есть? Последний раз его видели в Александрийской библиотеке Он похож на осколок диска Шара И на данный момент зацепок нет Понятно? Большую часть раскопок в Александрии произвёл сэр Флиндерс Петри в 19 веке Может, обратимся в Британский музей естествознания? Обращался, большая часть коллекции Петри исчезла в 1886 Как? Её украли Кому, кроме библиотекаря, нужны... Эй, а кто им был в 1886? Тедди Чизлингтон Кстати, один из моих героев Математика, рудит, поэт, исследователь Бен Виван От Луи Пастера до Льюиса Кэррола От Диккенса до Дарвина Он знал их всех Вот это библиотекарь Дженкинс Ты только подошёл? Да Мне послышалось, или вы упомянули Тедди Чизлингтона? Да, ты знал его? А, да, прекрасный был парень Предан библиотеке Жил, как говорится, широко Был непростым, но очень ярким человеком Что с ним случилось? Он и ещё 88 бедных душ пошли ко дну на суднике Лорк Оно шло в Нью-Йорк и потерялось у Атлантического побережья 4 июня 1886 года 1886? Тогда же исчезла коллекция Питри 4 июня 1886 Откуда я знаю эту дату? О, это был ужасный шторм Комбинация трёх крупных ураганов Со скоростью ветра до 250 км в час Вот он, Келорк Покинул порт Саутгемптона И направился в Нью-Йорк 20 мая 1886 Судьба неизвестна Похоже, Тедди Чизлингтон вёз всю коллекцию Питри с глазом Ра библиотеку Морской путь в Штаты занимает 15 дней Ты говоришь, отплытие было 20 мая, а ты, что он исчез 4 июня Это 15 дней Они почти приплыли Да, разумеется, но шторм должен был отбросить их гораздо южнее Нью-Йорка Да Итак, возьмём габариты судна И его среднюю скорость в нормальных условиях А затем учтём течение и скорость ветра трёх штормов Координаты бы сильно отличались Похоже, корабль уплыл бы в точку 26 и 38 северной широты И 69 335 западной долготы Где это? В самом центре Бермудского треугольника Как я почти предполагал Бермудский треугольник? Тот самый Бермудский треугольник? Он существует? Ну, конечно Электрический туман Эффект Хатчинсона Нет, там морские драконы Вообще-то это подводные взрывы метана Исследователи недавно открыли Лупости Всё выдумки Видишь, какой он? К вашему сведению, Бермудский треугольник от обычной кротовины отличают два фактора Во-первых, туда легко попасть, но не выбраться И во-вторых, треугольник непредсказуем Никогда не знаешь, когда он раскроется Бермудский треугольник поглотил самолёт из Венесуэлы Дата завтрашняя Вы слышали, что я сказал? Надо попасть на этот самолёт Сделаю пять безупречных фальшивых документов А я подумаю, как направить падающий самолёт прямо в Кротовину Я придумаю, как вам вернуться обратно, сэр Почитаю в архиве о треугольнике Может, найду подсказки Всё, что есть, оглазера Вот это командная работа, Флин, если ты забыл Возвращение по одностороннему туннелю физически невозможно, Ив И даже будь это возможно, не зря же его издавна называют дьявольским треугольником Ну, докладывай А, я почти закончил миниатюрную версию аппарата, который запитывает наш портал Лёгкий и компактный, однако вместительность ограничена То есть? Он сработает всего один раз Так что будьте очень осторожны, второго шанса не будет Поняла Кассандра, что у тебя? У меня идея, но тебе не понравится Прошу, полковник Кассандра Кто такая Ольга Медведева? Ты Взял псевдонимы, чтобы Доса нас не засекли Молодец, Джонс, помоги Джонкинсу Говори Итак, эти кротовины по своей природе структурно нестабильны Для прохода в обоих направлениях по туннелю нам нужна стабилизация экзотической материи с отрицательной плотностью Физика предлагает нам экзотические барионы, кварглионы и даже тёмную материю в качестве решения, но всё это по-прежнему теории То есть? Благодаря Джонкинсу мы можем выбраться живыми, но из-за физики мы не можем попасть туда живыми Именно Может, сами сделаем экзотическую материю? Ну, знаешь, посыпем чудо-пыльный тик-так, бросим в рот и вуаля Волшебство! Мы используем его, чтобы всё получилось Нет, ни в коем случае, никаких волшебных тик-таков Есть другой вариант Кажется, у тебя была идея? Про волшебный тик-так? Ребята, ну правда Я должен согласиться с полковником Так в чём же сила, Джонкинс? В соде и снах? Отнюдь А в чём? Используя известные формулы, получаем известные результаты А вы предлагаете нечто неизведанное Как любой, кому приходилось изобретать новые решения проблем И в ограничения классической науки не сыграют нам на руку Если и правда грядёт конец света, нужно использовать любые варианты Все стрелы в колчане Все инструменты в мастерской Все тузы Ладно, мы поняли Значит, будет волшебный тик-так Эй, ребята Бросайте всё и идите за мной Покажу кое-что очень странное Когда я исключил все ложные случаи И развеял несколько мифов Я смог составить список всех объектов Исчезнувших в границах треугольника Сколько их? Венесуэльское авиасудно Было 108 И что в этом странного? Это Если выписать все названия исчезнувших судов И даты их исчезновения в хронологическом порядке Начиная с корабля Тедди Чизлингтона Килорка Слушайте Только послушайте 1886-й Килорк 1894-й Литун 1899-й Черная Роза 1910-й Королева Лун 1918-й Циклоп 1920-й Муссон Они рифмуются Но это не всё Смотрите Рифма типа А, Б, Ц, Б, Д, Б И структура слогов 8686 Они здесь постоянны Хочешь сказать, они не случайны? Бермудский треугольник выбирает определенные суда с датами Подходящими для стиха? Вот именно Стих? О чём? О невинных людях, потерявшихся в море? Потеря невинности Погоди-ка Всего 108 строк По одной на судно 18 станцев По одной на каждое десятилетие Лишь одно стихотворение на английском языке Точно подходит под эту структуру И оно, несомненно, о потере невинности И мол, Вилморш, пришла пора подумать о делах О башмаках и сургуче, капусте, королях И почему, как суп в котле, кипит вода в морях Морше плотник, Льюиса Кэрла Но как это связано с нашим односторонним туннелем? Я ещё не знаю И разве это не замечательно? Это загадка? Давайте откроем заднюю дверь Пора, мы опаздываем на важную встречу в Венесуэле ЛАМЕЛЬДИСЬЁМ! Что такое? Это значит, о проклятии по-испански Нет, в чём проблема? Ну, Дженкинс явно ошибся Мы не с той стороны контроля У меня в сумке новые кусачки, которые обязательно конфискуют Я думаю, скорее проблемы будут с этим Тоже верно Эзекель, ты можешь делать так, чтобы сумка прошла через конвейер незамеченной? У Вомбата из попы выходят кубики? Без понятия Выходят Хорошо Казандра и Стоун, кладите наши сумки на конвейер, когда Эзекель даст сигнал А как же охрана? Отвлечём их Как я умею Иф, ты со мной А вы трое ждите, пока не запахнет жареным Встретимся у терминала Что значит жареным? Я не... Да, сеньор, можете проходить Проверь Извините, сеньор, это ваша сумка? Это мне? К сожалению, я не понимаю по-испански Дорогая, что он говорит? Он хочет знать, твоя ли это сумка А, да Какие-то проблемы? Здесь это запрещено, сеньор В чём проблема? Он говорит, ты не можешь проносить кусачки на борт Что? Что? Вы шутите? Это безумие! Сеньор, пожалуйста, успокойтесь Да, дорогой, успокойся Не успокаивай меня Ты мне всё путешествие пытаешься испортить Ну... Ты... Говорил, нам будет очень весело Ты обещал мне рестораны, танцы А в итоге мы только и бегаем по музеям В галерею, бегом, бегом, бегом Начинается Опять ты про это Я знаю, ты хотела, чтобы я сидел дома с тобой и детьми Но у меня есть важные дела Думаешь, легко растить троих детей без помощи? Ты приходишь и уходишь, когда тебе вздумается и ждёшь, что мы всё побросаем по твоему приказу Ну хорошо, у меня есть недостатки, и слава богу Иначе тебе бы не в чем было меня упрекать Я хотя бы постоянно Кто-то должен быть опорой якорем Ядром на цепи Когда это я тебя удерживала? Когда я тебе мешала? Я не изменился, раньше я тебе таким нравился Помнишь, Ив? Как мы загорали в песках красной пустыни Туниса У тебя были ожоги третьей степени Как ныряли в венецианские каналы Амёбная десентерия Оно того стоило А может и нет Может мы совершили ошибку, когда сблизились Я не знаю, не знаю Ты правда так думаешь? Дело не в том, что я думаю Дело в том, что нужно тебе Каким я тебе нужен, Ив? Я либо неудачник, либо герой Кем ты хочешь меня видеть? Я хочу, чтобы ты был героем Тогда начни снова на меня так смотреть А что интересно, ты думаешь обо мне? Ты не знаешь? Ив С того момента, как я тебя увидел В том немецком туннеле Я люблю тебя Я люблю тебя сильнее, кого бы ты ни было Сильнее всего, что я открыл Даже сильнее самого знания Скажи, пускай забирают кусачки Нам нужно разбить самолет Большое спасибо Успели И еще время есть У всех есть волшебные конфеты Или преобразователи антиматерии Да А мы ничего не забыли? Ничего Здрасте Добро пожаловать Добро пожаловать, спасибо Добро пожаловать Пришли Кажется, мы забыли Про 140 человек На всех тик-така у нас точно не хватит Как мы забыли? В книге вырезок не говорилось о пассажирах Что мы будем делать? Занимать места Разрешите, извините Нужно все пересмотреть У тебя же есть план? Ну, вроде того Это все меняет Мы должны убрать пассажиров до попадания в треугольник Твой глаз, Ра, подождет Треугольник непредсказуем Такой шанс может больше не выпасть Стоун, ты что думаешь? Не могу поверить Вот скользкий недомерок Кто? Зекель Он подделал себе билет первого класса, а нас отправил в эконом Стоун, соберись На это нет времени Я согласен с Берт Самолет надо разворачивать Да Ты согласен? Нет Но смотри Здесь продают точно такие же кусачки Вот так везение Я, очевидно, не могу заказать их сейчас, но если выживем То тогда я... Ты серьезно? Тебя это сейчас волнует? Да И еще я хотел заказать себе Фанту Мой самый любимый апельсиновый напиток Очень популярный в Южной Америке Хотел попросить его у стюардесса, пока мы не упали Так, ну все, ты идешь со мной А ну-ка объяснись На борту невинные люди, которые могут погибнуть Не будь наивной, Ив Невинные так уже гибнут И продолжат, если мы не остановим Апопа Логика ясно диктует, что нужды большинства превыше всех остальных Чьи это слова? Платона? Нет, Спока из Стартрека 2 Но я все равно согласен А теперь извини Нет, ты никуда не уйдешь Правда? Интересно посмотреть, как ты... Ну что, прояснилось в голове? Ты готов сказать, что с тобой? Я был дураком Сначала Дюлак выпустил магию обратно в мир Затем Проспе разрядил Лейлини А теперь Апоп использует их словно автобан Чтобы вывести по ним чистое зло обратно в мир И это моя вина Наша вина Это не под силу одному библиотекарю Не пытайся остановить это в одиночку Почему ты нас отталкиваешь, Флин? Потому что все изменилось Я разыскивал Шарлин и видел, на что способно чистое зло Оно накатывает волну и оставляет за собой горы трупов Души разбитых сердец и боли По сравнению с которой смерть Это подарок Что это было? А, ничего хорошего О, ты решил к нам вернуться? Богачи тоже почувствовали толчок? Конечно, я весь облился шампанским Нет, не самое страшное Где Флин и Ив? Серьезно? Прямо во время миссии? Они... Короче, вам надо кое-что увидеть Пойдем Мы приближаемся к треугольнику Стой, 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 стой Я серьезно, Ив На счастливый конец лучше не рассчитывать Выбор стоит между ужасным и немыслимым Ты понимаешь? Я знаю Но еще я знаю тебя Ты не дашь в обиду невинного человека Если это можно избежать Ты всегда находишь способ На этих местах сидели люди Это определенно не к добру Пилоты Скорей Нифига себе Вот блин Кто из вас умеет управлять самолетом? Если вы закончили развлекаться, вынуждены в кабине пилота Где пилоты? Они исчезли Мы ищем автопилот Флинн, ты же не допустил, чтобы эти люди умерли? Нет Я так и думала Стоун, Кассандра, откройте волшебную дверь в хвосте и всех эвакуируйте Мы с Эзекелем останемся тут Флинн Знаю, знаю, успокоить пассажиров Нет, я хотела спросить, ты умеешь говорить по-испански или нет? Ив, две мои диссертации по испанской литературе 15-го и 17-го веков Я сам перевел Дон Кихота еще в 12 лет Понятно, тогда иди успокаивай Понял Осторожно Вызываю диспетчерскую службу Мэйдэй, Мэйдэй Это Эр Моруака, рейс 77 Мы падаем, повторяю, мы падаем Эзекелем Эзекелем, это громкая связь с Алуно Венесуэльцы Пусть ваши испуганные уши Обратятся к музыке моего голоса Подобно цветам, обращенным к теплым поцелуем яркого солнца Эта птица, окованная металлическими перьями, претерпевает множество невзгод Ну а мы, воздушные люди, тоже устали от собственных невзгод, потому что холмы нашей жизни не всегда бывают покрыты тростником Я немного знаю испанский, но это какой-то древний интеллект Как бы там ни было, это действует Так, похоже, его можно запускать И помни, у нас один шанс И с места руки вверх Отойдите от двери Эй, чувак, опусти пистолет Спецагент Сэм Лински, департамент статистических аномалий Мне приказано стрелять, если вы попытаетесь навредить этим пассажирам Сэр, вы всё неправильно поняли Я больше не буду повторять Держись за что-нибудь Внимание, тревога Внимание, тревога Внимание, тревога Пора уходить Нужно всех убрать с самолёта, быстро Кассандра, покажи им, что это безопасно Смотрите Эзекель, ты тоже Меня не надо упрашивать Ибо мы с вами едины Мы отважны Мы хранители книг Миша Келлен, что вы тут делаете? Привет Идите, идите Андали, Андали Ну иди же, давай Сделай что-нибудь, Флинн Помоги вывести этих людей отсюда Будь героем, каким я тебя знаю Вот это взгляд Ладно, кажется, я знаю, что может помочь Все смотрите сюда Следите за часами Тик-так Тик-так Закрывайте свои глаза Тик-так Тик-так Думайте о своих воспоминаниях Тик-так Тик-так А теперь Вы откроете свои глаза И будете Свиньями Это какой-то фокус Это старая техника гипноза Которую придумал Гудини Теперь ими будет гораздо легче управлять Стоун за дело Пошли, вперед Пошли, давай, давай Пошли Ну вот Ну ладно Хорошо Я не Так Проходите сюда Идите сюда Хорошо Нет, нет, нет Вот сюда, вот сюда, вот сюда Хорошие Свинки Пошли, пошли отсюда Пошли Я следом за тобой Обещаю, Флинн Мы поступаем правильно И мы найдем глаз сра Я уверен Иди Полковник Берт Где мистер Карсон? КОНЕЦ Кролик 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 Келорг Пермудский треугольник Это не односторонняя кротовина Это кроличья нора Какой-то межпространственный волшебный сейф В духе Кэррола Созданный, чтобы глаз рани попадал в плохие руки И я говорю сам с собой Когда б служанка, взяв метлу, трудилась до темна, смогла бы вымести песок за целый день она Ах, если б знать, заплакал морж Проблема так сложна Дженкинс Нет Ты не Дженкинс Кто ты? Мы не знакомы, хотя встречались Ибо так похожи те, кто ищет глаз Их вид красноречивее вранья Они клянутся в правоте своей, пока не умирают Значит, глаз раз здесь Фантастика Ладно, что я должен сделать? Пускай решит одна игра, учен ты или глуп Живешь ли ты во имя славы или по золотому правилу? Обладаешь ли ты знанием, которого в школе не дают? Должно быть весело Давай начнем На шахматной доске в розовом саду играют в эту игру Но берегись Ладно, понял Какое на стороне? Как? Это место противоположности, где ночь похожа на день И чтобы попасть, куда путь держишь, ищи в другой стороне Но все ложные шаги обойдутся слишком дорого тебе Кассандра! Рыцарь молчать Своё место занять Правила игры просты Четыре шанса на ход у тебя Каждый честный ответ принесет тебе новый шанс Но коль обманешь или солжёшь Ты будешь пикой поражён Извини, чем? А, пикой! Ясно Значит, вопросы будут не о кино Учение подобно саду И возделыванию земли Раскрывает дверцы клеток, окрыляет все умы Ты подойдёшь по описанию Согласны ли ученики? Безусловно Они бы точно согласились Нет, ну, большинство из них Многие Может, всего пара несогласных Один ученик считает, что я отрицаю его индивидуальность и крутизну Потому что это меня бесит И я хочу, чтобы он походил на меня Похоже, ты не понаслышке знаешь, что такое спорт Но вот вопрос А в накал страстей ты сдержан или наоборот? Охотно делишься успехом или всё на себя берёшь? Мне кажется, я довольно спокойный парень Ну, я стараюсь быть Ладно, нет, я совсем не умею проигрывать Я люблю побеждать и быть первым А когда не могу, я как ребёнок закатываю истерику Хорошо Отношения с другими определяют нашу жизнь Мы так боимся их порвать Их не восстановить Спрошу тебя я прямо Способен ты дружить? Ну, знаешь, дружба Это такая субъективная концепция Дай договорить Дай закончить Погоди, я хотел Сказать... Нет, я ужасный друг Не знаю, как дружить А может и знаю, но боюсь Я боюсь привязываться к людям Потому что могу пострадать Дал три ответа Ты один остался Я вижу, ты нашёл свой ритм Побойся льстить себе меня ты не достиг. Ты считаешь себя скромным или жертвой гордыни? Ну, я бы не назвал себя жертвой гордыни. Нет, ну стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Нет, я не скромный человек. Когда ты был? Я был застенчивым, был ужасным трусом, и я это ненавидел. Тогда я стал вести себя так, чтобы скрывать тот факт, что я всегда в шаге от приступа паники. Я вижу, как это отталкивает людей, которым я дорог, и я очень об этом сожалею. Очень сожалею. Поздравляю, рыцарь. Ты себя увидел. Глаз Ра теперь твой. Забери свой приз. Я недооценил тебя. Я думал, что ты сдашься. Но в прямоте, я открыл ты силу. И за это ты получишь заветный глаз. Позволь представить тебе остальных персонажей. мы дали клятву глаз беречь. Теперь хорошее хранить его тебе. В нём скрыта вечная надежда. Но есть ещё один секрет. Мне сказать ему? Нет. Лучше я скажу. И кажется, нам пора оставить эту поэзию и эту театральщину. Ты согласен, Флинн. Я могу называть тебя Флинном. Тедди Чизлингтон, не так ли? Ты выдающийся библиотекарь, Флинн. Сродни иноку старейшему. Большая честь слышать это от вас. И позвольте заметить, что вы прекрасно справились с охраной глаза. Будто у меня был выбор. Обладать оружием, которое создано для самой важной битвы, это, мягко говоря, огромная ответственность. Я знал, что даже библиотека для него недостаточно надёжна. Я должен был его спрятать там, куда все боялись попасть. И создать тест, который прошёл бы лишь библиотекарь с чистым сердцем. А при чём тут Льюис Кэррол? Его персонажи меня всегда забавляли. Но главное, что они из себя представляют, на твой взгляд. Они являются зеркалом. Это испытание методом отражения. Конечно, испытуемому придётся столкнуться со своими страхами. Каждого, кто пристал перед тестом, погубили их недостатки. Ты первый, кто их признал. А значит, теперь моя работа окончена. Так вы от всего отказались, чтобы остаться здесь? Я обрёл покой. Полагаю, тебе известна история Глаза Ра? Да, да, да. История египетского бога Солнца Ра. Он символизирует рассвет, мир, перерождение. Отчасти. Но в каждом создании имеются компонент насилия. Смерть в каждом рождении. И чтобы Глаз выполнил предназначение, должна быть принесена жертва. Какая жертва? Нужна чья-то жизнь на твой выбор. Сознательно отнять жизнь — это анафема для библиотекаря. И самое сложное, о чём настолько можно попросить. Я… я не смогу это сделать. Я боюсь, что в ответственный момент я… я не смогу этого сделать. Я… не знаю, чью жизнь я был бы готов отдать ради борьбы со злом, кроме… Да, Флинн. Я знаю, что делать. Возможно, всегда знал. Прощайте, Тедди. Счастливого пути. Прощай, Флинн. И тебе. Гипноз Гипноз Должно же что-то помочь. Не могу. Флинн! Как ты там оказался? Как ты выбрался с самолёта? Ты нашёл Глаз Ра? Об этом потом. Венесуэльцы! Только не волнуйтесь, друзья мои. Хорошая новость. Скоро вы будете отправлены туда, куда собирались. Плохая новость о вашем багаже. Запускай дверь, отправим этих людей. С радостью, сэр. Хорошо, что вы с нами. Вам удалось вернуть Глаз? Да, удалось. Но должен вам сказать, что хотя Глаз – это наше последнее средство, ему есть своя цена. Да, я уже в курсе. И когда придёт время, я буду готов. Нет, сэр, вы же не хотите сказать… Поговорим об этом, когда придёт время. А пока давай сохраним этот секрет между нами. Хорошо? Да, сэр, я понял. А ты говорил, что пойдёшь за мной следом. Я знаю. Извини. Ты так боялся упустить Глаз Ра? Я боялся потерять тебя. Библиотекарей теперь навалом, а вот хранителей очень трудно найти. Что там случилось? Теперь всё будет по-другому, Ив. Я обещаю. Я больше не убегу. А что делать с ним? Я не знаю. Кассандр, как думаешь, как с ним быть? Я? О, я даже и не думала. Почему бы вам с Эзекелем не придумать что-нибудь оригинальное? Я в вас верю. А ты куда идёшь? Я бы не прочь выпить. Стон, у тебя тут нигде холодненького не припрятано? Есть пара бутылочек в фонтане молодости. Ну, замечательно. Теперь, когда венесуэльцы дома, позаботимся о нашем приятеле и соберёмся у фонтана молодости. Хорошо? Ты точно в норме? Ну, скажем так, я улетел в Зазеркалье, и это было что-то с чем-то. И я узнал, что лучше защищать себя, не закрываясь своей гордыней. Отправясь в поход на войну с недругом бок о бок с верными друзьями. Ну, что скажете, друзья? Будем бороться? Штаб-квартира ДОСА Ладно, библиотекари. Значит, вы хотите поиграть. Субтитры сделал DimaTorzok